александр приветствую тебя добрый день долгожданная встреча опять же заметный анализ технически фундаментальный смотрим на самые интересные по нашему видению финансового актива которые в себе сейчас включают заключают потенциал развития конкретной динамики давно мы с тобой не виделись опять же за это время много чего на финансовых рынках случилось в плане фундамента уж точно мы видим мощные тренды которые развиваются по рисковым активом чего стоит только один американский фондовый рынок который вопреки всем самым жестким скептическим прогнозом продолжает обновлять максимум опять же смп сейчас на хаях доу джонс тоже назад встает но я думаю что это время явление учитывая как лихо стал расти технологический сектор шар ты вообще следишь за акциями или так за акциями последнее время слежу меньше по той причине что немножко больше времени уделяю криптовалютному рынку потому что там очень много сейчас всяких новшеств различных направлений которые позволяют скажем так заработать больше и помимо заработать больше наверно открыть в себе какие-то новые вещи для плане развития в плане понимания и поиска чего-то нового что интересно да и такие ситуации какая сего выходит айдио выходит сектор nft который развивается то есть очень интересно для изучения и поэтому больше внимания сейчас наверное уделяем там фьючерс на рынок российские смотрим торгуем американский рынок я слышу конечно же новости я считаю смотрю да я знаю что у нас там идут новые максимумы по индексам поэтому все стремится к тому что под конец года мы увидим новые новые цифры плюс тесла которые там вчера перешагнула определенную цифру также да и стоимость акции это перешагнуло даже там тысячу долларов но опять же все это развивается все возможно это какой-то хайп который в ближайшее время может чуть-чуть остыть я не говорю о том что будет сильная глубокая коррекция нет ну какой-то момент люди же насытятся этим и мы войдем в какую-то стадию консолидации стадии какой-то остановки и уже будет эта мини коррекция потому что это неизбежно технической точки зрения да по поводу акции тесла хорошо что подметила действительно перевалили за тысячу долларов рост только заодно торговую сессию пуска отчетности 13 процентов я думаю что это ралли продолжится триллионная компания очередная маска уже не знаю возможно ли кому-то его догнать в списке корпуса сколько это при такой капитализации его детище просто уже железобетон и его место первое по поводу именно перспектив тесла если кому интересно так пару слов опять же сегодня видел очень хороший обзор на блумберг что цели 1200 1300 это вполне реально поэтому друзья если готовы все-таки если вы верите и разделяете такие же оптимистичные ожидания относительно просто прежде всего этой корпорации считать что у вас есть возможности побороться за более высокие уровни тем более что потенциал проект 20-30 процентов в общем технологический сектор действительно сейчас толкает фондовые индексы вверх потому что если взять то же самое си пи это больше 30 процентов именно данного сектора красивого сезон квартальной отчетности что не релиза то классная статистика которая гораздо лучше ожиданий кстати на этой неделе отчитается больше 160 компаний но уже накопленным опыт за последние две недели я думаю что отчетность тоже будут неплохими и фондовый рынок продолжит переписывать свои локальные максимумы вот тема са криптовалютным рынком действительно сейчас не может не интересовать учитывая те уровни на которых находится bitcoin учитывая возобновление роста многих альткоинов которые уже некоторые из которых расписывались счетов однако они доказывают последней динамикой что рано и соответственно при сохранении вот этого оптимистичного настроя я думаю что он сохранится после запуска еще вот этого и те фонда который в принципе проложил дорогу к регуляторной среде сначала bitcoin дериватива потом уже когда-нибудь не за горами уже будет решение с полноценной регуляции для спотового рынка в общем власти начинают постепенно официально признавать что bitcoin с нами всерьез надолго и то что комиссия американская сек после практически девятилетнего воздержания дала зеленый свет первому тефу это большая победа для всех крипто энтузиастов это позволило биткоину сходить на перехай конечно же да и цели сейчас семьдесят пять восемьдесят три это прям я вот честно говоря если биткоин например будет стоить сто тысяч долларов под конец этой недели признаться даже не удивлюсь то есть когда-то раньше это было немыслимой просто а цифра для него однако сейчас как он растет как действуют институционалы и насколько неплохо складывается фундаментальный фон сто тысяч это ерунда это как простое сопротивление для пары евро доллара или фунта мне показалось продолжение своей фразы если биткоин будет стоить сто тысяч до конца этой недели я думал ты скажешь то больше обзора мы вести не будем и вообще меня больше здесь не так ну ладно давайте тогда друзья к тем активам которые наверное все таки более близки к рядовым спекулянтам и трейдер я имею ввиду классика валютного рынка где пока что еще есть и предсказуемые фундаментальные новости которые можно заранее проанализировать и из этого уже сделать выводы относительно того что с ними может быть демонстрация крана пробег кстати у меня сейчас прям у нас открытые мы видим обновление максимум это не просто локальный максимум друзья вы понимали это новый исторический хайп 4577 пунктов здесь уже как бы новых уровней в плане техники там сопротивлений ну как таковых нету друзья потому что рынок еще никогда не был на таких высоких уровнях и здесь любой будет прав а если просто от фонаря будет называть 4 600 4 700 4 905 почему бы не я знаю то что многие мои коллеги считают что 4 700 это ближайшая цель и 5000 пунктов по снп на первое полугодие 1022 года поскольку все-таки нет пока четкой уверенности в том что фрс созреет к решению по росту процентной ставки в следующем году я пока такие ожидания разделяет пока фрс не даст не покажет продемонстрирует дорожную карту повышение ключевой процентной ставки и анонсирует конкретные сроки я буду сторонником именно такого позитивного отношения к риску не только фондовый рынок и валютного риска тоже и буду продолжать верить в уязвимости американского доллара поэтому если кому интересно конечно же фондовый рынок нужно было покупать вчера позавчера неделю назад месяц назад но хочется верить друзья то что вы это сделали и сейчас по-прежнему остаетесь в этом активе пару слов про рынок нефти который сейчас в районе 85 долларов за баррель это бренд как раз здесь у меня еще скользящий средний вот прям идеально рядом с этим уровнем сейчас топчется в целом восходящая тенденция бычья динамика сохраняется и после такой периодически возникающей непроложительной коррекции рынок нефти по-прежнему покупать потому что он честно говоря не меняется все ждут заседания опека в начале ноября и то что он на нем участники пакта примут решение о дополнительном росте нефтедобыч но здесь есть уже обновленный новостной фонд со ссылкой на вчерашний комментарий министра энергетики саудовской аравии что на предстоящем заседании опек лично саудовская аравия будет за то чтобы не менять текущий уровень нефтедобыча сохранить все как есть потому что есть еще актуальные опасения из-за все-таки сохраняющиеся проблемы с к видом и есть еще актуальные опасения связанные со спросом поэтому уместно держать текущий уровень добычи до конца этого года если по итогам этого ноябрьского заседания мы поймем что страна опека не готовы на выкинуть на рынок больше нефти то это будет очевидным усугублением вот этого глобального топлива энергетического кризиса наполнить дефицита предложения и также как вот мы называли сейчас круглые цифры с александр по биткоину по фондовому рынку по бренду почему бы не поверить в 100 долларов за баррель по крайней мере текущий фон он располагает к такому рай так что касается сделки я вот предлагаю друзья действовать либо после выхода из зоны треугольника которая очерчена это выше 86 там либо дождаться уже от теста поддержки в районе 83 50 84 также покупать с целями 90 и выше по золоту аналогичная картина я думаю что коррекция которая идет вот это часовой таймфрейм последние часы буквально с американской сессии вчерашнего дня она продолжится золото сейчас консолидируется на отметке 1800 и полностью игнорирует что происходит на рынке облигаций потому что даже несмотря на рост доходности американских трежерис это доходности нивелируется ростом инфляции в сша поэтому инвесторы вообще не дорабатывать на американских облигаций из-за золота и до того что везде говорят про инфляцию которая растет повсеместно в мире вообще нет исключения по регионам где инфляция не растет золото выигрывает на этом фоне как актив который всем известен как страховка от инфляции я думаю что золото все-таки в ближайшие там часы может дать коррекцию еще в район 1790 ну нет не то чтобы ближайшие часы все-таки 10 долларов в ближайшие дни и эта зона совпадет как раз поддержкой с нижней границы линии восходящего тренда пожалуйста можно будет действовать на стоп-лост 10 долларов также и ждать уже значит этой профи дождать рост этого актива в районе 1825 и выше золото если говорить о золоте как о защитном активе это единственный инструмент который будет расти только из-за того что у него есть все условия для этого из-за роста инфляции а в целом я рекомендую покупать все что имеет отношение к риску канадский доллар австралийц новозеландец фунт и в негативном свете пока смотрите отношение александр слава тебе благодарю я хотел продолжить я очень люблю немножко знаешь шутить подшучивать и ты говоришь я рекомендую покупать все я хотел это вообще ничего туда не рекомендую раз такие дела вот но на самом-то деле у нас составляется довольно неплохо сейчас мы это с вами посмотрим на графике я попробую открыть вам график российского рынка и в первую очередь нефти посмотрел там все нормально у нас есть такой инструмент как пара доллар рубль которая продолжает на графике она продолжает свое снижение в живой жизни в реальной жизни рубль начинает укрепляться и есть предпосылки что уже очень скоро буквально осталось немного мы увидим район 70 тысяч до по фьючерсу а вот скорее всего там больше 69 рублей по у нас поте а вот и связано конечно же с тем что у нас идет укрепление рубля на фоне того что идет повышение ставки а вот для борьбы с инфляцией и соответственно увидимся укрепление рубля опять же все те кто накупал доллары для того чтобы держать их как такой спекулятивный актив с целью что он конечно же будет повышаться но не в этот период не в этой стадии как говорится в этой фазе какая-то фаза мы пока не знаем ее длительность вот как долго это все продлится но пока тенденция такая что рубль будет укрепляться до тех пор пока центробанк будет повышать ставку вот поэтому по паре доллар рубль пока текущая ситуация у нас смотрится на шорт это имеется ввиду по фьючерсу пара доллар рубль до ниже уровня вот как раз у нас был отмечен уровень там районе сейчас даже скажем даже текущий логу который текущего в районе 70 тысяч 300 точки входа пока нет но любом случае надеемся что будет какой-то откат и пройдет все равно какое-то движение но судя по дневному графику пока все смотрится дальше вниз на укрепление рубля это есть и смотреть на российский рубль на российский рынок и ртс мне очень нравится ртс индекс на фьючерс ртс который продолжает обновлять свои значения текущего года посмотрите у нас каждая сессия практически происходит перехай за исключением некоторых коррекционных моментов и я бы рекомендовал присмотреться к уровню уже выше текущего сегодняшнего хая 192 390 395 если у нас появится закрепление какое-то можно будет посмотреть инструмент дальше на лонг на рост какие там цели пока непонятно почему потому что он может расти до 200 тысяч вырасти и так далее поэтому будем смотреть момент что касается криптовалютного рынка то что мы говорили у нас по благодаря новости об этих фонде был перехай по биткоину залились этого места это было очевидно потому что нужно было всех засадить но мы видим что снова появляется спрос и скорее всего мы начнем дальше расти как долго продлиться этот рост возможно эта зона будет 75 тысяч 80 тысяч вот затем будет какая-то коррекция даже в район там 65 может быть 60 и после этого уже наверное под конец года если мы успеем то мы увидим как все ожидают 100 тысяч уже в этом мечтает пишет различного рода мемы что люди которые уже сидят в телефоне и не общаются с девочками не переписываются они ждут когда биткоин будет 100 тысяч для них это больше имеет важность чем переписка какого-то другого рода вот на текущий момент из сильных инструментов остается проект солана потому что они формируются очень много проектов и вся инфраструктура будет построена именно на солане поэтому даже если вы держите продолжаете удерживать наверное данный актив частичной фиксации если убрали его очень низко да конечно же прибыль нужно собирать потому что в любой момент может пройти глубокая коррекция мы не знаем просто когда это может наступить из остальных недооцененных проектов полигон макик также рекомендуется покупки даже текущие стоимости там вчера сегодня завтра скорее всего мы увидим цели даже до конца месяца я думаю в район 2 2 20 может быть даже два сорок еще один недооцененный проект почему потому что есть информация о том что данный проект используется для разработки какого-то новшества от братьев winkelbos и они его строят на базе элса соответственно и они при проводят скупку данного актива и пока искусственно удерживать его от роста но как только их не проект будет завершён и я думаю элс может сразу улететь в космос но он сразу именно улетит он может пять-шесть раз вы выстрелить поэтому как долгосрочная инвестиция элс можно рассматривать на опять же на небольшую часть от вашего депозита есть еще один очень интересная актива который мы никогда не затрагивали это биржа крипто точка ком у нее есть своя монета она наносит название cr cr o кро мы ее называем и она сейчас торгуется в районе 20 центов ее можно купить на самой бирже крипто комус на и приложение в телефон завести туда деньги тоже очень легко и плюс очень важно того что крипто ком является сейчас одним из самых распространенных спонсоров всех спортивных мероприятий это и футбол это и формула-1 это и другие виды спорта и поэтому компания начинает фигурировать практически везде это говорит о том что компания достаточно сильная бюджетная политика на рекламу и соответственно данная монета может стоить дорого я не берусь говорить о том что она будет стоить там 5 10 долларов сразу но то что она сейчас находится на стадии своего зарождения стадии своего развития это очень интересно для того чтобы купить ее пока она стоит недорого это если мы говорим про среднесрочные позиции с учетом того что биткоин начинает расти многие из альткоинов начинает выстреливать конечно же это выстрелы не тех инструментов которые мы привыкли но одним из таких там аврора на бирже коин да посмотрите на моменте там росла на 120 процентов чуть больше даже росла вот начинает выстреливать там ct выстрелила также вот буквально недавно посмотрите вот видите клинтекс выстрелил также там районе 150 процентов рост очень такие вот слабые монеты у которых маленькая капитализация которую легко разогнать за счет объема они начинают выстреливать за последние сутки двое у нас курва курва сходила сервис ходил достаточно хорошо к своим максимумом практически как вы видите на графике и соответственно мы видим с вами уже перехай какой-то да в предыдущих уровне и возможный поход дальше наверх единственная проблема что данного проекта уже очень большая капитализация на текущий момент она составляет 16 с половиной миллиардов то есть рассчитывать на то что мы увеличимся в 10 раз тоже не стоит и выпуск монет там у них еще одна не там на стадии порядка 13-15 процентов выпуска монет капитализация большая еще огромный выпуск монет поэтому цена я не думаю что очень высоко улетит если вы сидите в позиции частично можно фиксировать я не говорю полностью но частично да а вот интересный проект сейчас я наверно вас попробую удивить чем именно сейчас попробуем чуть информации это интересный вот такие вот картинки сейчас спросить смешно да смешно но вот за такие картинки я буквально до выхода эфира буквально общался с одной девочкой я с ней лично не знаком если переписывать только онлайн вот на такую картинку купила за полтора эфира потому что ей нравится розовый цвет ну нравится розовый цвет она купила этот проект уже ранее как бы фигурировал на опенсии его развивали поэтому данные так называемые дудлы является приоритетными для покупки среди вот я думаю категории людей между 20 и 27 годами возможно эти дудлы увеличится цене конечно же где-то два-три раза точно вот возможно за каждого из них будут скоро давать 8 9 эфиров вот это мы посмотрим с вами в будущем но это что касается рынка nfc это то что сейчас как говорится в тренде то что пушат и то что как бы развивает поэтому найти такой необычный выпуск у нас с вами не только фундамент техника и проще но мы затронули сами капитал валютный рынок и затронули вот такие вот детские картинки которые пользуются спросом ничего с этим не поделаешь поэтому надо адаптироваться происходящее как мне кажется и надо быть много с рынками надо перестраивать стратегию увеличивая капитал инвестиции не только форекс нужно всегда диверсифицировать американский рынок форекс российский рынок европейский рынок криптовалютные и все нужно пробовать иначе мы не узнаем как как могут развернуться события если что я мог бы еще добавить последние ребята которые с нами с нами работает они в курсе точно обратите внимание на данный инструмент он буквально недавно выходил на биржу на и сего вот но мы его покупали на стадии айдио это когда идет пресейл на текущий момент вот здесь у нас горит 19 тысяч процентов доходности я такого своей жизни честно я много занимаюсь трейдингом но я такого своей жизни никогда не видит за такой коробки промежуток времени да да ну вот с момента выхода там вот 7 октября мы брали где-то 5 октября его и он был у нас по цене сейчас там цена 005 а мы брали 0,3015 на сцену входа ну сумасшедшие цифры но единственная проблема это то что аллокация когда ты участвуешь как в айсио как в айпио как в айдио аллокация маленькая то есть ты не можешь взять на большую сумму но соответственно там с небольшой суммы тоже вырастает хорошая цифра иногда бывает поэтому это тот проект который я могу подтвердить потому что он у нас есть и в наших ресурсах которые мы используем онлайн можно посмотреть это единственное я пока вижу что дальше будет рост и вот пока пока так скажем так вот это из хороших новостей я думаю немножко мы разбавили разбавили рыночные ситуации нашими картинками хорошими цифрами надеюсь что у каждого из вас будут такие же показатели вы сможете быть счастливы от того чем вы занимаетесь потому что трейдинг должен приносить удовольствие александр спасибо тебе за такое напутствие действительно проект есть очень много друзья очень полезный ресурс вот сейчас был coin market cup александр пользуйтесь там можно в моменте посмотреть капитализацию я советую вам какие-то показатели капитализации просто соотнести с топовыми монетами понять если там на возможность роста насколько когда принципе также не забывайте что каждый бычий тренд насколько бы он не был крутым может очень быстро закончится поэтому контролируйте риски следите за загрузкой ваших депозитов и если вы влазить какой-то проект который вам на стадии просто знакомства кажется крайне перспективным обязательно изучайте его конечно да и начинаете все таки работать с тех сумм которые случае опять же негативного развития событий не станут для вас почти потерь фонтальными это важно александр еще раз тебе большое спасибо тебе как только лишь попутного тренда в данном случае роста всего что имеет отношение к крипте твоим альткоином который в твоем портфеле биткойна в целом ну и давай следить вместе за тем что происходит в следующий раз можно вернуться к теме еще раз обсудить посмотреть результат договорились спасибо и тебе и всем участникам желаю хорошего дня до встречи спасибо